Уже доступны бета-сборки, поэтому хотелось бы в том числе чуть-чуть подвести итог по OpenWZ-6, который на данный момент еще остается стабильным и который, собственно, и использовался все последнее время в продакшене у тех, кто использовал что-то с этим похожее. И, соответственно, предыдущего оратора Александра Чистякова из Гиттенской представлять явно не нужно, то тут, я думаю, стоит все-таки представиться. Я Сергей Мамонов, я системный администратор FastVPS. Мы с 2006 года предоставляем услугу хостинга, в том числе это были виртуальные машины на Хэн. С 2010 года от Хэна отказались в пользу OpenWZ и, соответственно, так до сих пор его усиленно и используем в продакшене. Соответственно, часть своих наработок выкладываем на GitHub аккаунт, если кому-то интересно, то есть в том числе там есть Shaper под OpenWZ, чтобы ограничивать скорость канала для контейнеров. Соответственно, в 2010 году, когда все это начиналось, это была интеграция на базе WDS-менеджера от ISP Assistence, но вот весной прошлого года все-таки количество претензий к этому продукту превысило какие-то допустимые критические уровни, то есть в том числе это была невозможность использовать новую систему клуб для октанения тушек-контейнеров, в том числе это была невозможность использовать VSWOP, в том числе на нее уже какие-либо улучшения не шли, так как они стали разрабатывать следующую версию продукта, которая вышла недавно. И в том числе даже вот были такие станные ситуации, когда к нам на связь выходили представители OpenWZ и спрашивали жалобно, «Ребята, зачем вы нас флудите наше зеркало?» Ну, соответственно, мы с большими глазами полезли разбираться и выяснилось, что есть толстая пачка нот, на каждой стоит WDS-менеджер, и каждый WDS-менеджер каждый час доблестно ломится на их бедное зеркало в попытках скачать новые шаблоны, что было полностью лишено смысла с учетом сроков их обновления раз в несколько месяцев обычного, и, что характерно, это никак нельзя было отключить докторным способом в самой панели, то есть пришлось, опять же, перенаправлять группу в доменное имя и синхронизировать включенные образа. И, собственно, сами разработчики тогда и сказали, что «да не, ребята, это все нормально, мы ничего трогать и менять не будем». В итоге, соответственно, мы перешли к своей обвязке вокруг чистого OpenWZ, там достаточно много первого кода, и вот уже в течение года там хорошее заметное количество кода на год. Также два года параллельно мы использовали параллельно с клаудсервером, который виртуозом же, но, опять же, где-то год назад в итоге отказались от этого использования. То есть на данный момент масштабы получаются достаточно большие для тех, кто работает с OpenWZ. И опыт в том числе получается таким, что при большом-большом количестве контейнеров, в том числе старых, которым вот лет по пять. На некоторых до сих пор еще изредка удается найти Debian 4, например. То есть на большом количестве нот как раз и получается, что получается не просто продакшеновая среда, но еще и очень хорошая площадка для тестирования. При этом, как показывает практика, периодически клиентам, особенно вот после нескольких обновлений оси на этом контейнере в течение нескольких лет, удается генерировать за счет этого и за счет своих групп такие ситуации, которые ни одному тестеру страшно с ней не приснятся. То есть написано пару слов о том, что такое OpenWZ. Это как раз система ритуализации и тендеризации. То есть в отличие от полной ритуализации берется OS, в данном случае Linux, и создается определенное количество экземпляров этой OS изолитрованных друг от друга в той или иной степени. То есть, соответственно, это нам дает ограничения. Мы не можем одну машину виртуальную поставить FreeBSD на другую Linux, на другую Linux. Мы этого не можем. Мы можем использовать только Linux. И то иногда идут еще хорошие ограничения от UserSpace, уже и от Utility. То есть, например, если кто-то слышал, есть такой дистрибутив Nix, достаточно специфичный, и одноименный файловый менеджер, то есть, например, попытки поднять его внутри контейнера, были достаточно странными и в итоге не так, чтобы на 100% удачными. Соответственно, само ПНВЗ у нас появился в 2005 году как ответвление от виртуоза. Виртуоза – это как раз бывший Parallel Cloud Server, который бывший виртуоза. И основными разработчиками на данный момент является компания Odin, которая переименованная подразделение компании Parallel, с которой бывшая компания СВСО. То есть, несмотря на любовь в смене имен, это, в целом, все-таки на протяжении всех десяти лет один и тот же, можно сказать, продукт. И, по сути, в целом, одна и та же команда разработчиков, часть которых до сих пор, например, переколюшки в течение всех десяти лет усиленно и усиленно участвуют в разработке. Соответственно, изначально ПНВЗ делился как бесплатная версия виртуоза, но вот за долгий путь в десять лет достаточно сильно отошел и накопил отличий от своего родственника, но, в итоге, соответственно, весной эти различия снова сольются вместе. При этом, говоря об ПНВЗ, все равно очень часто придется упоминать виртуозы, потому что у них основное ядро все-таки идет на 90% одно, и о каких-либо специфических вещах и возможностях, когда идет речь, то зачастую даже, если это возможности, заявленные только для виртуоза, то у них есть реализация OpenWZ, точнее, поддержка. Просто вот нет уже UserSpace утилитки, которую мы бы изначально имели, запустили, и оно работало. Соответственно, внизу у нас актуальная тестовая версия ядра, и когда в процессе будет называться «Грессия ядра», то вся первая часть до 100 будет опускаться, так как у них она одинаковая, и дальше уже будет указываться только самое-самое последнее число. Соответственно, в том числе, почему был в свое время выбран и до сих пор используется OpenWZ. Так как это идет контренизация, то идут достаточно низкие накладные расходы, идет возможность в режиме реального критического времени на ходу изменения любых параметров контейнеров, и также у нас есть общий прок, и достаточно большие возможности, чтобы наблюдать за тем, что запускается в контейнерах. То есть внутри контейнера прок будет выглядеть почти обычно, но если мы посмотрим его на ноде, то мы увидим тонну процессов, которые относятся не только к ноде, но и к контейнерам. То есть уже за счет модификации прок у них есть дополнительные поля и дополнительные данные, как и NVID, например, позволяет нам определить, к чему именно относится этот процесс. Соответственно, это, с одной стороны, дает нам большие возможности, чтобы получить какую-то большую статистику о том, что запущено, как запущено, и по возможности иногда что-то с этим делать, определение нежелательного ПО, от спама до запрещенного правилами, с дальнейшими, соответственно, санкциями, от сразу бить его на ноде на месте, и убивать так прямо-таки жестоко раз в минуту по крону, до просто каких-то уже информационных уведомлений, как, например, в случае с детективным малвари сейчас у нас идет к службе поддержки, и к тому же дежурные сотрудники руками посмотрят, соответственно, ложное это спорабатывание не ложное, и, соответственно, по результатам может быть сгенерирована жалоба клиенту, о том, что у него была, соответственно, какая-то проблема приобрела к тому, что его поломали, и вот, при примере, с него тоннами льется спам во все поля, что для права это достаточно хорошо, потому что ситуация достаточно частая, с учетом того, что у нас идут не администрированные контейнеры, поэтому ситуации, когда метод Debian 5 давным-давно СПХП-52 клиент поставил, на него поставил старую-старую дрявую джумлу, и с тех пор ее не обновлял, достаточно частая, то есть у таких вещей достаточно много публичных уязвимостей, которыми, соответственно, усиленно используются, которые усиленно эксплуатируют. Конечно, можно действовать постфактам по приходу жалоб, но, как показывает практика, действовать превентивно до жалоб все-таки это более эффективно, так как проще не допустить, в итоге получается, попадание, например, в спам-листы, чем потом его вытаскивать, особенно из некоторых. Соответственно, также нам это в сочетании с инструментарием из АКТА дает возможность и какие-то действия делать массово и автоматически на всей фирме для контейнеров, то есть, например, были вот как раз в начале этого года много уязвимостей и с СССР, и даже с башем, соответственно, опять же, был переход на другой часовой пояс, то есть баш, как раз в правке конфига, когда была вот эта уязвимость, у них тоже нехорошая СНОД-ЦП, обновление этой задаты, это было выполнено массово просто СНОД, и большинству клиентов не потребовалось дополнительно обращаться в техподдержку или что-то делать самостоятельно. То есть, тут, конечно, тоже идет определенное разделение, виртуозы есть красивые более-менее панельки, где это можно сделать практически в ГУИ, у ОПНВЗ, соответственно, этого нет, но ничего не мешает это заскриптовать своими силами, без каких-то лишних проблем. Тут, правда, единственное все равно, мы натыкаемся на некие ограничения самой файловой системы PROC, она имеет достаточно низкую скорость чтения, и если в большинстве случаев это может быть не очень критично, то, если взять, например, скрипт, которым мы проверяем количество исходящих подключений к СНОД-ЦП, с каждого контейнера и, соответственно, выводим уведомления, если их больше какого-то числа, то это получается сильно заметно. На нодах большой плотности, в одном только PROC NET-TCP, где только TCP-V4 подключение, их уже будет где-то 37000 строк, и в итоге получается, что скрипт у нас работает секунд 10, из них он 6 секунд только читает вот эти вот толстые файлы из строк, а почти все остальное время опять же бегает по кругу, чтобы причитать файлы для построения соответствия, что местами не очень критично, но все равно неприятно, тем более за вот эти 10 там иногда и больше секунд. Опять же процесс может уже умереть и мы ничего уже, по нему никакой информации не найдем. и на данный момент эта в принципе проблема остается и будет какое-то время еще оставаться актуальной, потому что даже разработчики МВЗ тоже ее заметили и начинают делать какие-то свои наработки, но это уже вопрос какого-то достаточно далекого будущего. Чем еще оно хорошо для провайдера? Опять же есть поддержка сохранения состояния контейнеров и их разворачивания. То есть сами инструменты в OpenWZ 6 называются как ZPT и ZRST, соответственно с точки зрения пользователя это должно выглядеть очень легко и просто, то есть вот мы выполнили одну команду Suspend, он остановился, у нас есть установленный контейнер и его down состояние, запускаем restore или start и вот он у нас весь такой красивый вернулся, один как и был. Но, к сожалению, жизнь оказывается жестокой, то есть как предыдущего оратора печалила система старой инициализации, у меня примерно такие же чувства и к этой системе, потому что за, например, последние, если взять года два, то это подождало большое количество проблем, то есть до, например, восемьдесят восьмых версий и вовсе их было критическое количество и использование шло очень-очень на свой страх и риск. Хотя вещь очень нужная, потому что, с одной стороны, клиенты зачастую радуются, когда их заблокировали по оплате, разблокировали и они получили все точно так же, как и было. То есть какие-то технические работы, то есть вынуждены ноду, соответственно, остановить, например, для замены оперативной памяти и поднять, соответственно, при штатной работе как раз получается, что все контейнеры сохраняются в свой статус, после старта они снова восстанавливают его и в итоге особый даунтайм с клиентской стороны может быть не видно, в итоге у него все запущенные процессы так и остаются запущенными, что бывает немаловажно, так как, к сожалению, есть достаточное занятное количество клиентов, которые смотрят, например, на то, что вот эта технология, она модная, молодежная, поэтому берут, обрабатывают ее бэкэндом, но вот бэкэнд, к сожалению, у них запущен просто так в скрине, да и даже не всегда в скрине, просто командой. Естественно, что если контейнер будет остановлен и запущен, то ничего само не стартует и будет, опять же, грустно клиенту и лишнее обращение в техподдержку. Но, опять же, все равно у нее идут сразу ограничения, как, соответственно, отсутствие поддержки части модулей, то есть если мы по NFS или по FUS что-то примонтируем внутри контейнера, то он уже у нас не сможет корректно сохранить состояние и восстановить. То есть много в последнее время представители OpenVZ говорят о поддержке докеров внутри контейнера. То есть, да, за 103 ядер мы сможем запустить на OpenVZ6 докер внутри контейнера с дополнительными телодвижениями со стороны ноды, но засуспендить, опять же, мы его не сможем, что очень сильно ограничивает сейчас какую-то возможность его предоставить вот именно в рамках провайдера, которому все-таки важно, чтобы суспенд работал. В том числе, это и лайф-миграция, а балансировка, опять же, между нодами. Опять же, не все работы, к сожалению, на аппаратной части удается произвести там, в течение, например, получаса, часа, то есть относительно недавно был случай, когда из-за бага, в том числе прошивки, сбойный блок питания вел себя достаточно странно. В итоге он при каких-то тестах показывал, что с ним все хорошо, но под нормальной нагрузкой он раз в несколько часов благополучно уходил в павров. При этом не помогало даже то, что это был дел с двумя блоками питания, он благополучно уносил в даун все, несмотря на резервный. То есть тогда синтетические тесты эту проблему показывали достаточно плохо, и пришлось где-то дней на пять вывести ноду вот под эти тесты. Соответственно, опять же, хороший вопрос, что делать с клиентами. То есть в каких-то случаях, конечно, можно попробовать в даунтайме переставить дисковую, но в случае, если есть лайф-миграция, то можно их просто-напросто в какой-то запас времени сжатый перевести на свободное железо, и они практически ничего не заметят. Ну, кроме тех падений, что они уже получили из-за этой проблемы до переноса. Но также это может быть хорошим поспорьем в балансировке нагрузки, потому что какое-то количество контентов размещается на ноде по какому-то тарифу, потом кто-то добавляет ресурсов на свои ВПС, и от них нагрузка возрастает, кто-то даже после этого изменяет тариф на более большой. В итоге у нас со временем на части нод получается ситуация, когда нагрузка повышается настолько, что уже начинает превосходить возможности ноды, и тут как раз опять идеальный вариант с помощью лайф-миграции перенести часть контейнеров на другие ноды. Опять же, незаметно для клиентов без какого-либо даунтайма, но вот это все было фантастикой еще два года назад, из-за недостаточной стабильности суспенда. В итоге было за эти два года очень много у них патчей, которые много чего исправляли, потому что сбой особенно на восстановлении может быть очень-очень неприятным. То есть у нас уже были в продакшене несколько лет назад случаи, когда мы вроде как уходим по-быстрому на маленький плановый ребут на новое дро, соответственно контейнер заспейкерить, все хорошо. Поднимаемся, один дамп получается либо сбойным, либо ловит баг, как раз этого восстановления. Оно корректно не обрабатывается при попытке его снять, вся нода склопывается в Keramal Panic. Соответственно, после этого мы пробуем загрузиться снова, и, что правильно, натопляемся на этот же дамп-файл, пытаемся из него восстановить, падаем в Keramal Panic. И так, собственно, до тех пор, пока не получится ноду загрузить по PX или FCD, оторвать, соответственно, инет и систему инициализации, найти и убить проблемный дамп, что может быть недривиальным и достаточно долгим. Особенно, если в момент падения, опять же, администратор был где-то далеко. Соответственно, также в ходе патчей были достаточно интересные решения. Вот вы можете видеть такую интересную директорию. Это на самом деле директория, которая размещается именно в корне контейнеров. Это в одной из последних версий VZKTL решения, которое призвано помочь нормально сохранить состояние контейнера, если, соответственно, есть какие-то проблемы со свободным местом на Ахиске. Потому что часть карта с данных сохраняется внутри контейнера при этом. При этом, что характерно, вызывается для сохранения TMPFS в текущей схеме TAR из контейнера. В том числе, это в 129 ядре привело к сломанному суспенду в контейнерах с TMPFS 5. Потому что был добавлен новый параметр TAR, который слишком старый TAR на TMPFS 5 не умел. В итоге, как раз и получается такая некрасивая картина, что очень много зависит от того, что у нас внутри контейнеров. При этом иногда до смешного. То есть, помимо какого-то пула постоянно исправляемых багов, по-прежнему суспендами есть некоторое количество забивших. Некоторые из них не признаются багами. Из таких историй я особенно люблю историю про IPTableSafe. Соответственно, если нет IP6TableSafe, то OpenWZ корректно обрабатывает эту ситуацию, дает исключение, что у нас его нет, ну и не надо, и спокойно работает дальше. Если же клиент по каким-то причинам удалил себе IPTables и нет IPTableSafe, то все, процесс падает и суспенд не происходит. При этом официальное решение – это заменить его сим-линком, либо опять заново установить. Но, по-хорошему, клиент не должен знать, какая именно система ритуализации у его провайдера. У него должно все работать вне зависимости от этого и вне зависимости от того, что он где-то что-то у себя удалил из пакетов. При этом именно при каретной обработке IP6TableSafe, отсутствие подобной у IPTableSafe – это баг, заведенный еще с 2007 года. Периодически появляются дубли, периодически в него снова кто-то пытается писать, но пока все равно соприняется официальная позиция, что это не баг, а ожидаемое поведение, и ничего с этим делать не нужно. То есть сейчас, на самом деле, где-то за последние полгода, год ситуация с суспендом сильно улучшилась после многочисленных исправлений. В итоге он стал работать в большинстве случаев все-таки достаточно стабильно, и уже перестает вызывать такие жгучие эмоции, как до этого. Хотя какие-то проблемы все равно до сих пор идут, и тут, конечно, есть определенные, опять же, надежды в отношении WZ7. Потому что как раз из последнего получаем такую ошибку, что часть контейнеров некорректно суспендится на части нодах, начинаем разбираться, через полдня разбиратель выясняется, что они так и не делают, потому что не подружена в памяти пара модулей ядра с этим связанных. По идее, WZGTL даже сам должен был их уже по-хорошему загрузить, актуальный. Но этого, опять же, не произошло. Не произошло потому, что у части контейнеров был превышен лимит на количество правил Epitables, собственно. И оно сказало, ничего не могу сделать, не загрузило. При этом, что характерно, проблема, кажется, знакомой. Смотрим по трекере. Правильно. Это изначальная проблема. Она была, соответственно, репорищена еще в 2013 году. И как раз пару месяцев до этого разбирательства, соответственно, мы ее тоже на одной ноге воспроизводили. И тоже репорители то, что нет. Оно все еще по-прежнему актуально. И вот на таких нотах, соответственно, переходим к обновлению ядра. Потому что ядро приходится обновлять по-хорошему достаточно регулярно. Потому что идет постоянное издравление вот этих проблем, которые почти всегда из-за большой части кода в самом ядре требуют обновления ядра. Хотя в ЛДЗ еще стоит ударены заметить, что в текущем состоянии он практически и будет существовать дальше до конца срока поддержки. То есть какие-то вакрепорты будут обрабатываться, исправления будут, но улучшаться текущий механизм он уже больше не будет. То есть все улучшения и силы уже направлены на период. Соответственно, вот у нас только за этот год было 11 стабильных версий ядра, и вот-вот выйдет тестовая 14 версия в стейбу. То есть получается, что в идеале нам меньше, чем раз в месяц нужно перезагружать всю ферму, для того чтобы обновить ядро с дунтаймом и прочими радостями. Это в условиях массовости достаточно неприятная задача, и в случае с регулярным дунтаймом для клиента, по сути, неосуществимая для провайдера, потому что все усиленно пытаются заявлять, что у них обтайм 100%, и на этом фоне заявить то, что, ну, ребята, а вот у нас будет планово лежать, там, например, первый понедельник месяца, последнее воскресенье месяца, и еще, может быть, один-два раза в промежутке непланово полежит. Это как-то странно. Тут, конечно, на помощь приходит как бы платный продукт. Это, например, LPR от Cloud Linux. Соответственно, общий его смысл в том, что он на лету подгружает обновление ядра, частично выгружая, частично подгружая уже обновленные модули. В итоге мы без перезагрузки и, по-хорошему, без каких-то побочных эффектов на лету, за счет выполнения одной команды, а может быть и без зоны, если стоит как по дефолту выполнение бактона, получаем, что наше ядро получило более-менее актуальные патчи, что, может быть, очень актуально при проблемах безопасности. И, в целом, назначение на этот инструмент и позиционировался Cloud Linux как инструмент для наложения исключительно security патчей, чтобы можно было по-быстрому прикрыть тазиком причинное место их патчами, а потом уже, не тряпясь, когда-нибудь атрибутиться на новое стабильное ядро. В целом, конечно, инструмент очень радует, потому что он не только в данном случае решает эту проблему в случае с OpenWZ, но и Cloud Linux и команда OpenWZ достаточно тесно сотрудничают. В итоге у CloudsGare есть большое количество патчей для OpenWZ, которые восстанавливают и какой-то функционал добавляют, вытаскивают издавление ошибок. То есть, из примеров так можно привести то, что вышли новые шаблоны, соответственно, с новой Debian 8 у OpenWZ, но есть ограничения на версию ядра. То есть, если версия ядра ниже 94-й, то у него не хватает вот этих патчей для поддержки новой версии Systemd, любимого, и, соответственно, просто система инициализации не будет работать у такого контейнера. И в данном случае, опять же, есть патч от OpenWZ, который восстанавливает этот функционал, и, например, на 93-х ядрах его тестировали, отлично все заводилось после патчей, что также нам дает большие плюсы к нюшке, то есть уже где-то около двух лет им пользуемся. Конечно, как всегда у всех бывают некоторые проблемы, особенно, когда идут новые какие-то опции, и иногда предсказать достаточно трудно. Как раз вот только на этой неделе получилась такая ситуация красивая, то, что вышло обновление от ГРНКТ, вышла новая, более лучшая система фриза процессов при обновлении. Мы, конечно же, в восторге побежали ее пробовать. Несколько тестовых нот. Все отлично, все хорошо. Треть нот. Все хорошо. Еще одна треть нот. Все супер. Последняя треть нот. Две зафризило и так минут на пять, но потом отпустило, а две не отпустило. Здравствуйте, это был Паник. Вот. Ну, правда, разработчики достаточно отзывчивые. Они даже вот после этого нашего факапа сделали рассылку. Нет, не надо пока эту новую опцию сильно трогать. И, в принципе, если даже у них чего-то нет в патчах, то можно обратиться запросом, ребята, давайте вы вот это вот добавите в свои патчи, и пока вот еще не было ни одного случая, чтобы они отказали, во всяком случае, у нас в такой грузике. Также можно попробовать ускорить перезапуску, так как она рано или поздно случится, за счет KaExec. То есть вот посередине мы, как раз видим, донериальную команду, с помощью которой это производится. Конечно, да, есть доп. условия. Изначально должна быть по-хорошему увеличена прям память, чтобы все это в ней поместилось. По дефолту оно идет шестнадцать метров. В итоге это помогает исключить задержку на повторную инициализацию железа. То есть у нас вот выключаемся, одно и трес выключилось, новое подсунутое в КСК сразу же запустилось, и мы уже пошли грузить саму ось и радостно стартовать контейнеры обратно. Что может быть вполне ощутимо, когда, соответственно, идут какие-то брендовые железки большие, которые могут по несколько, вполне так, десяток, не десятков минут, но минут даже по десять иногда усиленно грузиться, пока они себя инициализируют и все свои системы. Соответственно, тут, конечно, есть тоже свои тонкости, как всегда. коэкзок с некоторыми модулями может вести себя капризно и практически без каких-либо ошибок. Ничего хорошего не делать. Ну и, конечно же, тут нельзя не затронуть к адам, который тоже работает с участием коэкзока, соответственно, тем более со всеми теми проблемами, которые были с ядром, с падениями. Как раз, что он нам позволяет сделать? Он позволяет через коэкзок подгрузить свое специальное ядро. В итоге, после падения унана мы не подключаемся спустя несколько, например, часов в консоли и смотрим на верну паника, жрем, ребут печально вздыхает. Он сразу же стартует, собирает информацию о падении, включая дамп ядра, и перезагружает ноду в рабочую усть. То есть, конечно, все это изменяется настройками, но, в целом, в таком кейсе, даже если нода упала паник, то обычно непосредственное вмешательство администратора даже не нужно, чтобы оно восстановило свою работу. Ценные данные, которые можно передать разработчикам, чтобы они смогли исправить эту проблему и найти ее причины. Потому что без этого падения, к сожалению, будет повторяться и повторяться и повторяться. Так, например, было с 93-ми ядрами и плуг компактом, потому что при запуске SDEL Compact оно с достаточно не очень большой, но стабильной вероятностью ухватило всю ноду в кейталл паник. В итоге как-то сыт получается. То, что либо все-таки нужно репортить и по результатам обновляться, либо раз за разом ловить вот этот даунтайм на одном и том же месте. Соответственно, из минусов, конечно, можно отметить то, что может быть заметно место на самом диске, потому что если мы по тушке отводим достаточно дорогое SSD-место, то нам критично уже будет, где и как он будет сохраняться, этот даунт, который в случае с большим количеством памяти может занимать и по 200 гигабайт, и также заметное время его создания, пока все эти там 200-500 гигов памяти оперативной он обработает, там подожмет чуть-чуть и куда-то все-таки уже положит. Тут, конечно, можно использовать его в сочетании с реапированием по сети. Сам кадамп это на данный момент умеет из коробки, соответственно, он после старта канетится к сети, подключается к указанному кранилищу и туда сливает дампы. Как раз, ну, в итоге решаем проблему с созданием с резервом места под эти дампы на самой ноде. Также опционально получаем некий выигрыш, потому что если... Потому что он в первую очередь скидывает текстовый дамп, после чего начинает уже грузить толстый большой дамп. И мы можем зайти, прочитать режимы этого текстового файла, посмотреть, в чем была проблема и решить о принятии каких-то действий. В том числе о том, чтобы перезагрузить, не дожидаясь окончания снятия дампа, если проблема уже старая, известная и отрепоречная. Вот. С долгим временем, к сожалению, проблемы все равно стоят актуальны, потому что, несмотря на все эксперименты с попытками как-то упустить сетевое взаимодействие, мы все равно уперлись в то, что большая часть им не уходит на сам made-dump-файл, которым этот дамп и снимается. Соответственно, опять же, ждем более новые ядра, где это должно работать чуть лучше. Опять же, новые его версии, где обещают уже из коробки красиво проелить все это дело по разным ядрам процессора. Потому что зачастую сейчас идет в одну нить, даже если у нас еще рядом больше 40 ядер сидит и отдыхает. Такой вот, в принципе, механизм. Ну и тут мы плавно переходим как раз тоже к дисковой системе. Потому что раньше, что было, до 2012 года, а как показывает статистика OpenWZ, зачастую и сейчас используется SimFS, Evertozo, так сказать, его брат WZFS, соответственно, и пока это еще преобладающее количество файловой системы контейнеров, то есть сейчас еще процент плупа меньше 20% по использованию, судя по статистике от разработчиков собранных. Соответственно, из себя это, если по-простому, представляет просто директорию на ноде, которую мы через mount с использованием SimFS монтируем в боевую уже WZ-root, где оно все будет крутиться, пока контейнер запрещен. В итоге мы, как раз, и получаем то, что вот этот ворог просто так лежащих файлов на корневой системе нода, его тяжело изолировать, его тяжело выкапить, потому что, опять же, некоторым религия, например, не позволяет чистить файлы CC от PHP, и их может скопиться значительное количество. Опять же, трудности с миграциями идут, потому что как нам сделать live-миграцию, если мы вот это по файликам будем либо очень долго передавать большое количество файлов, либо как-то допаковать, а потом распаковывать, что тоже получится небыстро. Также, соответственно, общие проблемы с SFS, то есть в каких-то, особенно, внезапных остановках на XT3, еще там с Ntosio 5 и на XT4 возникали из-за этого очень часто проблемы, потому что в контейнер, соответственно, веб-сервида, база, все это активно пытается писать файлы, и где каких-то сбоях получается достаточно большое количество поврежденных файлов. Более того, у нас получается, что есть один вот этот большой раздел с единым Fs, на котором куча-куча файлов, и в итоге банально даже его вскочек растягивался на час, два, на три иногда, что, опять же, было очень неприятно, потому что мы не только упали, но уже получили дунтайм, но и не можем стартовать, пока не починим Fs, а починка вот так вот отъедает еще большое количество времени. Соответственно, с 2012 года был выпущен и сегодня-то сбивается клуб разработчиков NWZ, как его замена. Соответственно, это у нас менеджерологических устройств в память файлов, хотя некоторые называют просто файловой системой файли, что, конечно, некорректно. То есть, с нода это выглядит вот так вот, как у нас вверху. Соответственно, сразу вот root, hdd, точка и айдишник это как-то сразу снапшот, то есть оно видит и передачу себя, и снапшота, что, опять же, нам позволяет решить практически все предыдущие проблемы, как с изоляцией, так и с тем, что у нас теперь каждый контейнер это, в итоге, по сути, все-таки файл один, который можно легко удалить, опять же, снапшотами легко сохранить тушкой и, опять же, куда-то его передать. но в процессе порождают, родились новые проблемы. Например, как компакт. То есть, для заявленного маленького root-хеда во всем это, как раз, получается, такой очень неприятный момент. То есть, суть получается в том, что клиент что-то пишет, 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 пишет в свой контейнер, контейнер, соответственно, увеличивается под этот размер. Потом он это удаляет, в итоге у нас полезных данных, так грубо говоря, осталось на 2 гигабайта, а тушка продолжает весить 10 гигабайт. Что, опять же, неприятно. Соответственно, как решение этой проблемы был предложен компакт, то есть, как раз, дефрагментация, можно сказать, вот этой тушки, если по-простому, которая вот эти вот неиспользованные куски вносит в конец и отрезает, оставляя, опять же, одну целостную тушку. Но это, опять же, породило свои проблемы уже от компакта. Как раз уже упомянутый баг на 93-х ядрах, где с хорошей вероятностью нода целиком украшилась от этого запуска. Также, местами, он просто-напросто отказывался работать. Например, при переходе с 99-х ядра на 100, был переход сделан и на новое ядро от, соответственно, Red Hat, где они, опять же, экспортировали себе кучу всяких разных-разных множеств из новых ядер, и часть из них как-то вступили в конфликт, и в итоге компакт перестал корректно работать, и все это начало так резко-резко увеличиваться на дисках, вызывая панику, можно сказать. В итоге, как раз, конечно, это было достаточно оперативно исправлено, но все равно некий осадочек, соответственно, остается, потому что все это попало в продакшн, и было, как раз, обнаружено уже в нем родимом. Также идет повышенная нагрузка на дисках от компакта, потому что по объему это зачастую на нодах с большой плотностью получается, что нам нужно больше 500 терабайт, вот так вот, извиняюсь, 500 гигабайт, перекинуть туда-сюда, что не может не вызывать хорошую нагрузку на дисковую, а если делать ночью одновременно с бэкапом, то и подавно оно наложится, с негативными кручими эффектами. Также, несмотря на все вот эти старания, все равно получается то, что часто оно не идеально урезает место фактически использованного, а шметки все равно устаются. И в итоге компакт приходится выполнять очень часто, то есть изначально мы, например, выполняли раз в три дня, потом в итоге пришлось перейти на сутки, потому что вот эти иногда до терабайта скачки места все-таки были весьма неприятным явлением не только даже по натурски, но и по оценке загруженности нода. То есть было из этих скачков не особенно понятно, а есть ли у нас по факту какой-то запас по месту, или вот оно сейчас в течение двух дней, оп, терабайт ушел, и мы словили большие проблемы из-за нехватки места. При этом, в принципе, разработчики признают, что примерно есть с ним проблемы, продолжают над ним работать. Вот как раз из любопытного в начале октября как раз у них вышла новая версия P-компакта. Ну, тут опять же небольшая оговорка. Это на Виртуоза платным специальная отдельная утилита P-компакт. На OpenAVZ такого нету. Заворачиваем свои обердки в S-KTL-компакт. Вот, соответственно, они выпустят уже реалис с EFU Defrag. И, в итоге, уже в начале делается дефрагментация файловой системы внутри контейнеров . А потом уже дефрагментация самого клуба. Соответственно, EFU Defrag у них не ванильный, а пропаченный разработчиками. То есть, официально они, по-моему, его еще где-то как-то не выплатывали, но его можно найти, например, на гитхабе. То есть, все, в принципе, доступно. И можно заиспользовать вместе с OpenAVZ. Что мы, в принципе, и сделали пока что тестово. К сожалению, тут, конечно, хотелось бы упомянуть, добрым словом, Сергея Максимова-разработчика, который у нас вот эту новую опцию потыкал носом. И немножко с чьей помощью мы начали ее использовать. Но, в итоге, с одной стороны, результаты получаются неплохие. Относительно с просто компактом, без дефрага. Он сжимает с дефрагом в два раза лучше и в три раза дольше. Но, к сожалению, там есть еще определенные шероховатости, которые, еще, надеюсь, будут исправлены. В итоге, мы также с клубом получаем ограничения на 16кб в размере контейнера. То есть, с одной стороны, может быть, кому такие большие нужны. С другой стороны, когда несколько, например, физических сеперов сливаются на один толстый сепер в итоге в контейнере, это в итоге нужно. У нас, например, есть один контейнер служебный, где превышен этот лимит. И 10000, а 20000. И вот лимит изменялся. Соответственно, в данном случае он уже более-менее на что-то и выхода не влияет только при создании контейнеров. После чего он так и продолжает жить. При этом оно будет увеличиваться при десаризе и фс, при увеличении места. Но не будет уменьшаться при сжатии. В итоге иногда получается неприятная ситуация, когда с большого кто-то тарифы переходят на маленький, опять же, и смотрят, говорят, так, у меня же должно быть 5 гигабайт. Почему у меня там чуть ли не 3 всего лишь гигабайта места? Ну, приходится пояснять то, что место съедено служебной информацией и иногда уже опционально пересоздавать эту тушку с копированием данных. Но это, опять же, получается достаточно долгий процесс с заметным думтаймом. И также, что самое такое с этим клуб 4, можно сказать, споренное, это привязка к XT4 на уровне fs-ноды. То есть получается, что у нас вот этот раздел, где будут тянется тушки, должен быть в XT4 и только в XT4. То есть, да, конечно, частично это можно обойти за счет табрасывания по сети, например, через NFS. Но и там не всегда все гладко. И это все-таки уже чуть-чуть другой кейс использования. То есть, с чем это может быть плохо? То есть, у нас уже усиленно развиваются там ZTFS, BTRFS. На передту же ZF on Linux мы уже больше года используем в продакшене на сторожах, на которых кранятся бэкапы, и вполне радует. То есть, это помогло бы войти некоторое ограничение, потому что, например, часть самых больших нот у нас имеют два раздела WZ под хранение тушек. Это было такое несколько костыльное решение, чтобы обойти ограничение как раз, потому что сам контроллер уже просто не мог объединить в RAID 10 такое количество дисков, поэтому пришлось создавать два RAID 10, и в итоге два раздела WZ, чтобы уже не плодить еще дополнительные сущности и просвойки вроде WVM. То есть, например, тот же ZTFS, он бы помог решить какие-то такие проблемы, он, опять же, смог бы помочь в динамическом расширении раздела WZ, когда можно было бы вставить мало дисков, ну, там не хватило, например, денег для покупки новой ноты сразу купить все диски. Ставили часть, потом подвтыкали. Вот так. Чисто для примеров. То есть, опять же, уже давно опцию его по сжатию на лету, соответственно, информация, которая на нем гранится, по редубликации, но тоже своя реализация снапшотов и зеволов, но все эти вкусности обходят с нас стороной, потому что мы на это привязаны к XT4. И это в ближайшее время вряд ли изменится, потому что SIMFS, еще сами уже пользователи сообщества, они пробовали, соответственно, такие варианты размещения не на XT4. И, конечно, да, из-за возможности какой-то расширения инструментария это получались дополнительные костыли, которые нам будут создавать разделы, форматировать, еще что-то с ним делать. Но оно хотя бы могло существовать в таком виде. Ну, вот. Ммм. Какой же у нас порогик? Пропробуйте мне достать набрать слово. Чем черти шутит? Не угадал. Не угадал. Не угадал. От одного до девяти. В итоге, как раз... А Александр выступал в детский шутке? Да, Саша только со своим. Да, он со своим. А. Было, возможно, это SIMFS, сообщество просило, но пока создавательщики, соответственно, какие-то такие опции отвергаешь по большому счету. И вот тут мы окончательно переходим к... Коза 7 уже, который грядет. В нем как раз идет отказ от SIMFS и от WZFS, полный в пользу клопа. То есть решают даже на уровне вот этих костылей что-то самостоятельно попробовать интегрировать. Ну, тут, конечно, еще реализы не было, и досководчики обещали подумать после буреного обсуждения в рассылке юзерис. Но на данный момент SIMFS заявлен как сломанный, а ZFS как, соответственно, устаревший и убранный. Тут, конечно, хочется тоже сказать пару слов о взаимодействии с разработчиками. Даже с этим компактом были какие-то определенные недомовки и странности. Потому что, например, в рассылке, когда пошло обсуждение, и, можно сказать, даже определенный сдачек, где как раз клиенты выбегали, и пользователи говорили, ну, поглядите же, вот это же проблема. Там складывалось впечатление, что их практически игнорировали. Что на самом-то деле и неправда. Потому что вот как раз этот функционал, он по-прежнему развивается, и вот так достаточно сильно изменяется. И это, видимо, единственное, что будет еще прилетать обратно в OpenWZ-6, потому что клуб уже, в принципе, идет один и тот же, и там и следующие виртуозы. Соответственно, также в плюс. Ну, да, кстати, следует объяснить то, что это все-таки будет виртуоза. То есть изначально был виртуозом, отделил все OpenWZ. Какое-то время они шли, но очень сильно это зашлись. И в итоге вот в этом году разработчики решили то, что нет. Поддерживать вот эти две уже совсем все больше разные версии. Это слишком большая затрата ресурсов в никуда. Тем более, что они, по сути, призваны делать одно и то же самое. Поэтому OpenWZ-6 это последний именно OpenWZ. Все, OpenWZ больше не будет. Закончился. Будет только уже виртуоза. Но из платного продукта он превращается в открытый. То есть, с одной стороны, это и даст то, что уже было в нем заметное время. Поддержка ритуальных машин. Что, может быть, будет кому-то полезно. Они, по сути, идут у них на КВС, но, опять же, со своими патчами, как они любят. Опять же, большое количество патчей с переходом на 3.10 ядро и на 7 базу. Они, кстати, сами используют и какой дисциплик? Соответственно, мы используем на данный момент только CentOS-6 под ноды. Соответственно, сами разработчики OpenWZ изначально партируют и портируют только на базе CentOS-кедра все эти патчи. Поэтому получается максимальная поддержка. Хотя уже несколько лет можно и вполне на Debian или Ubuntu поставить OpenWZ. Соответственно, да, идет заметное количество уменьшения патчей, которые они накладывают на то, чтобы получилась уже и система ритуализации. И очень большая часть снова выносится в битерспорис. То есть, тут, конечно, должно это дать хорошие стимулы к улучшению качества. Потому что меньше вот этого кода в ядре нужно будет тестировать и добавлять. Плюс, я уделяю огромную надежду, что те проблемы, которые сейчас вызывают крах ядра из-за того, что практически вся логика вынесена ядро из-за каких-то ошибок превратятся своим переходом на Упал какой-то сервис, запущенный демон. О, по Watchdog перезапустился. Ну так, мелочи, неважно, живем дальше. Кстати, также будет новое удавление памяти. Если, кстати, кому-то интересно, то недавно был очень хороший доклад на эту тему от Владимира Давыдова, разработчика OpenWZ. То есть, на встрече разработчиков Linux контентов, он был в сентябре, я думаю, найти не проблема это видео. К тому же, был репост и на OpenNet, и на Allure. Он как раз там очень подробно, красиво рассказывает про вот этот тост поколений. В том числе, вот про текущие VSVolp третьего поколения. Также будет долгожданный переход на CRIO, который должен, мы надеемся и верим, решить все вот эти проблемы, которые были и есть у нас местами до сих пор с успендом и восстановлением контейнеров, и оно начнет работать действительно очень стабильно. То есть, в итоге, идут также большие изменения по инструментарию, во всяком случае, если смотреть относительно OpenWZ. То есть, на Абитуоза, это, в принципе, уже несколько лет назад было. То есть, например, та же любимая утилита VSKTL превратится в PR-KTL. Хотя, насчет названия там, опять же, уже идут споры. Потому что, говорят, что Parallels Command-2 это уже не подходит для названия. Тем более, что оно и теперь почти OpenWZ, так как свободные и вертуозы, и уже даже занимается этим, можно сказать, не параллелился Один. Но пока название сохраняется, а сам ZKTL для обратной совместимости является исключительно врайпером. Соответственно, добавится заметное количество новых демонов, которые всем этим будут хозяйством управлять. Опять же, изменится ID-контейнер. Если сейчас это просто одно обыкновенное число, то это уже станет большой-большой идишник и страшный, который заставит всех тут же бежать и править все свои скрипты и обвязки вокруг OpenWZ. Потому что он не прийдет к проверке и не только. Ну и, соответственно, вот это и идет. То, что потребуется, по сути, полностью с нуля заново и ровно внедрять. Потому что большая часть каких-то вот этих утилит, она просто уже с этими изменениями, естественно, работать не будет. Также из заметного можно указать на смену шаблонов, что с одной стороны в OpenWZ-6 шаблон для контейнера, из которого он разворачивается, это просто архив TARGZ, в котором у нас запакована система. Просто распаковать, просто поправить, просто запаковать обратно и получить вроде как новый шаблончик, кастомизированный. Но, соответственно, он будет сменен уже над системой шаблонов и пиртуоза. Конечно, она уже не настолько прозрачная получается, но зато одновременно с этим выкатывается код и тулзы для того, чтобы самому генерировать шаблоны. Потому что вот этого до сих пор OpenWZ так и нет. Есть пресозданные из шаблонов, мы можем сами с нуля или на базе их что-то руками собрать, но вот штатно обновить то, что получилось, мы уже не сможем. Можно, конечно, пробовать вписать какие-то уже обвязки, чтобы монтировать чеш-то, обновить, отмонтироваться, запаковать обратно и в идеале как-то протестировать. Но это все проблемно. А тут появится инструмент, который позволит все это корректно пересобирать. Тем более, что прикрыли вот эти шаблоны от OpenWZ. Они уже достаточно давно собираются с помощью, на самом деле, этого же инструмента, а потом просто конвертируются уже в OpenWZ шаблоны. Тут, конечно, опять же, нельзя не упомянуть про упоминание Виртуоза ККС. Тут, опять же, вопрос некий приобрещения сообществом. Потому что изначально во всех новостях о Виртуозе 7 фигурировал Cloud Linux. В итоге, конечно, были заметные сдачи. То есть, того же Сергея Гронникова там даже сквозь вежливый e-mail ответный чувствовалось, как его вот так вот уже достали с этим вопросом. И как он уже готов вопрошать, ну при чем здесь Cloud Linux? Ну, потому что к нему шли и толпами спрашивали. А что, можно будет использовать только вместе с Cloud Linux? А почему спрашивали? Потому что в анонсе, в родственной рассылке, они написали, вот вышла новая бета такая-то, исключительно для Cloud Linux. И они имели в виду совсем другое. Они имели в виду то, что их сотрудничество с Cloud Linux стало больше, то, что часть вот этих пакетов они готовят и собирают совместно, то, что часть пакетов взята от Cloud Linux опробаченными, а они перешли полностью на эту ось. Но вот такие вот недопонимания они были и местами все еще, к сожалению, продолжаются. И как раз вот их хотелось бы, в том числе, чтобы это общение было каким-то уже более местами подробным, более лучшим. Потому что, например, нормальное прибряжение о том, что нет, 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 не Cloud Linux, они были только в РЦ. То есть ни в анонсе, никаких опережений не было, ни в ЮРЦ и нигде не прилетало. То есть, конечно, лучше определенной шляховатости со сменой их внутренних ресурсов. То есть, вот уже, например, печально я смотрю на РСС, куда раньше, до 5 сентября падали обновления про ядро, но вот уже с месяц больше, к сожалению, не падают. При этом, что печально, часть из них даже не упала в анонс, в рассылку, из-за технических проблем. Также вызывают, в итоге, как всегда, некоторые опасения, это в каком направлении будет развиваться проект. Потому что оно шло двумя обособленными ветками, и вроде как на OpenWZ была достаточно какая-то возможность повлиять, прислать тоже какие-то патчи, и был ритуоз, где, соответственно, как разработчики решили, так оно и будет. Это закрытый продукт. Сейчас оно сливается в одно, и как раз, вот, хороший вопрос, насколько в итоге разработчики будут прислушиваться к своему сообществу и что-то делать, и насколько им это позволить технические средства. Хотя, сейчас, как минимум, с тестированием должно стать всё намного лучше. Хотя, опять же, вот все вот эти... Ещё раз по-у-клинуксам тоже, когда были переписи, там мелькало такое мнение, как мы будем давать вот свой ISO, вы из него поставили, вот оно работает, всё дальше здесь мы проверили. А если вы берёте Цинто-7 ванилину и на неё начинаете ставить, то, ну, мол, ваши проблемы, мы на такое... Мы такого не ожидали. Вот, хотя, в дальнейшем, моём рейдинге, так всё равно, тоже занялись к тому, что он... Хорошо было бы, чтобы такой вариант был, существовал и мог жить. Также, соответственно, чуть не забыл, но хотелось сказать огромное, огромное, огромнейшее спасибо их разработчику Василию Аверину, который нас очень поддерживал на претеврежении всех вот этих последних лет, который большинство вот этих багов, с которыми мы сталкивались, в том числе он и закрывал, а также то, что не бросал, даже когда баги были не с корнями в самом OpenWZ. То есть, например, так было с падениями эластик-сёрча в контейнерах. То есть, вот производилось практически только на OpenWZ, хотя изначальная проблема чуть-чуть и не из него. Также было, например, с очень нехорошим критичным багом, с флуд-атаками, когда флуд-атака такой маленькой силы, что раньше такие даже и не пытались как-то отслеживать, потому что приходили абсолютно незаметно, как флуд-триобин, после очередного обновления начали разносить ноды в клочьях. Как оказалось, это, опять же, был аквартирован из третьей уже ветки ядра, код RedHat сетевой подсистемы 2.6-2 многострадальное ядро, и что-то в итоге немножко неудачного акваритировалось. И он, как раз, например, даже в этом случае, он не только помог с диагностированием и с указанием того, что, нет, это не наш косяк, это вот вам к RedHat уйти, но и вместе с нами общался с ними уже в боксе RedHat, и форсировал потом новые OpenWZ ядра с включением этого фикса. Ну, это, в целом, всё, что, в принципе, Ранадамин хотелось сказать. Соответственно, если у кого-то появятся вопросы позднее, то внизу здесь мой почковый ящик, можно будет обретиться. Ну, сейчас, если есть какие-то вопросы, то задавайте. — У меня вопрос. Получается, у вас, как бы, 600 фонтенеров на одной ноге, а сколько у вас процессов системы? То есть, в связи с процессами, что получается, длины с расходой системы должны быть? — Вселенные. — Сколько всего? — На скидку не скажу, но количество получается очень внушительно. При этом, в том числе, как раз это иногда порождает те проблемы, что нельзя однозначно ориентироваться даже на LAA. Потому что LAA, получается, разрастается иногда и показывает 100-120 на каких-то нодах именно из-за большого количества процессов. Хотя, по факту, если присмотреться, то какой-то повышенной нагрузки нет, и все работает штатно. — То есть, у вас что-то уже справляются с этим? — Да, пока справляемся. — Вы его допиливали? — Нет, мы само ядро не допиливали. Мы допиливали только окружение. То есть, по большей части, это были как раз недостающие нам для счастья в обычном ФНДЗ фичи из-за виртуоза и просто недостающие. Ну, то есть, как, к примеру, опять же, мы коварно тогда использовали параллельно ПКС. Там, например, есть такая чудесная опция, как Repair. То есть, контейнер сломался, контейнер не запускается. Но мы можем запустить подобие LiveCD и ремонтировать к нему этот контейнер. В итоге клиент сам, по сути, может зайти и что-то попробует починить или саппорт без какого-либо, опять же, доступа к ноде только к контейнеру. То есть, к примеру, этой штуки не хватало. Мы написали Peril Script. Он есть на Zrepair, он есть на нашем GetCap аккаунте. Который, соответственно, читает конфиг указанного контейнера. Останавливает его, если он не остановлен. Создает новый контейнер со схожими параметрами. И монтирует, соответственно, тушку старого контейнера клуба к новому. И позволяет как-то с ней работать. То есть, больше всего это были какие-то такие действия. А еще один вопрос. А как у вас тогда мониторинг осуществляется? Ну, например, каких-то проблем. Мониторируется там отдельный контейнер или компенс для системы? Нет. Но так как контейнеры не администрируются, то отдельно каждый контейнер или какие-то сервисы на нем не мониторятся. Идет мониторинг именно нода. То есть, в данном случае, так как на L-лайде всегда можно ориентироваться. Хотя все равно, когда идет большой всплеск, то уже неважно, какой он получается в абсолютных числах. Если он пошел, то значит все грустно. А так преимущественно идет мониторинг как раз по ресурсам процессоров, памяти и использованию диска. Чтобы, соответственно, уже по ним суммарно прикинуть потенциальные проблемы, когда какой-то из параметров начинает шкалить и что-то с этим сделать. То есть, мониторинг в итоге постепенно, на протяжении нескольких лет, на базе заебекса дорабатывался, обвешивался разными плюшками. То есть, например, даже место сейчас мониторится дополнительно с попытками высчитать, сколько мест нам нужно под суспенд контейнеров. Потому что, если он до конца не засуспендится, то это повышает как раз все вот эти баги. Плюс плуб, он достаточно негативно относится к нехватке дискового места. И его может достаточно хорошо заклинить. В итоге и не заснапшотить его будет, а зачастую и непонятно что делать с ним дальше. Хотя, часть таких проблем с ним, как оказалось, внезапно решается просто рестартом контейнера. Почему вы на 7 переходите играете? Вы рассматривали другие варианты контейнеров? Ну, мы пока еще не начали переходить. Мы пока с подозрением смотрим. Но переходить все-таки, видимо, придется. Вопрос, наверное, такой. Вопрос, видимо, почему именно OpenVZ и контейнеров? Знаете ли продолжать пользоваться OpenVZ дальше или перегрузить их? Нет, просто сейчас весь функционал есть по одним предприятиям. Почти. Как раз разработчики OpenVZ очень много кода на комиссии в само ведро. И на 90%, да, сейчас LXC, OpenVZ и почти любые контейнеры, которые используют Cgroups, Nenspace, выглядят почти одинаково. Но у LXC может зайти еще не все необходимые патчи, например, безопасности, с одной стороны. С другой стороны, OpenVZ уже больше позиционируется как готовый продукт. А LXC – это все-таки больше конструктор, из которого можем что-то собрать. Опять же, часть патчей так и не приняты и по каким-то причинам могут не быть приняты. Поэтому, в принципе, так штатно и идет то, что OpenVZ – это тот же самый LXC плюс улучшение от их разработчиков, которые какие-то места делают лучше, плюс вот эта большая целостность, плюс в чем-то возможно, даже особенно для русских, пусть то в том, или русскоязычных, в том, что почти вся команда разработки, с которой происходит взаимодействие пользователей, она русскоговорящая. Поэтому, в случае каких-то проблем, так скажем, языкового барьера, можно обратиться где-то напрямую, где-то по-русски, и они нормально ответят. На самом деле, если вы понимаете, что имели трудненький опыт этих проблем с поддержкой всего этого, последнее, так скажем, но им было бы проще развалить вот всю штуку, потому что тот же LXC заводится включать с молодыми какими, а с этим нужно еще и больше заработать. Ну, можно сказать, не все сразу, но именно к этому разработчики и идут. То есть, с 5-го, переходы к 6-ому, уже вот этой ветки ядра, они уменьшили объем кодов. Сейчас переходы с 6-го на 7-й, они снова опять очень сильно уменьшают объем своего вот этого дополнительного кода в ядре. И их, в том числе, да, окончательная цель выйти на ванильное ядро. Но вот с WZ7 не получилось, может быть, это у них уже выйдет WZ8. Понятно. Ну, просто, если они все первые WZ-спейсы, если бы такие все классные, но они же медленнее станут все работать, раз WZ-спейс все привели. То есть, если ты привозишь какую-то WZ-спейс, у тебя начинают контейнеры медленные отрабатывать. На уровне еда, конечно, там баги, краш и так далее, но это быстрее. И вот, может, там уже 600 контейнеров... Насчет производительности тут, да, еще будем смотреть. Но тут уже, может быть, что-то более определенное сказать, когда произойдет реализм. Потому что сейчас еще идет много доделок относительно, и пока еще, можно сказать, не с чем тестировать, по большому счету. Хотя, вот, какие-то такие опасения тоже могут быть. Тем более, что получается притянуто функционал с виртуальными машинами, которые, вроде как, и не нужны на КВМ-нодах, но какие-то ресурсы на свое притяжение тоже будет отбирать. То есть, опять же, даже в итоге это может привести к уходу от Венета, который сейчас используется для обеспечения сети. И вот, в том числе, поэтому ожидания несколько мрачные идут, несмотря на потенциально много положительных моментов. Сколько у вас человек работает на технической части? Технической сейчас прикинем. Но там, получается, где-то назад 20-30 человек саппортов. А администраторской части в итоге хватает пока еще буквально, может быть, 2,5 человек. Ну, как с половиной. То есть технической сейчас сохраняет потенциально все доступы и возможности кого-то подменить. Но уже в обычное время не занимается, так скажем, какими-то операциями с нодами. Понятно. А у вас у каждой ноды своя кончилища, я так понимаю. Не вообще кончилища. Именно подружки контейнеров. Каждая нода — это, по сути, отдельный сервер. И у него своя дисковая, на которой хранятся только его контейнеры. То есть, они на какой-то сан не вынесены. БГАП, естественно, уже хранятся на отдельных серверах. В чем-то — да. Но это, с одной стороны, потребовало бы больших изменений в структуре. Плюс могло бы негативно сказаться на стабильности. Потому что так, если что-то такое нехорошее произошло, то, по сути, вылетает только одна нода из множества. И это никак не влияет на соседние. А в случае с хранилищем, если что-то случится с ним, то это уже будет совсем глобальное бедствие. Батария ФС на данный момент еще не пробовали. А, то есть даже не тестировали, да? И вот даже не тестировали. То есть, нормально. То есть, там определенные тесты, конечно, были, но они уже достаточно старые. И наизусть, к сожалению, результата так и не скажу сейчас. А какие фичи запасы вообще задаются? Ну, причем только. Ну, я так понимаю, вы бэкапы сделаете на нодах? Да, да. То есть, на нодах, и в итоге на бэкап-сибрилле они уже лежат просто в виде файл. То есть, на самом деле, сейчас там пока еще нет какой-то сильной надобности для дубликации или сжатия. Тем более, что сжатие там не факт, что много чего добавят. Сжатие, точнее, пока еще по старинке идет через ГЗИП. Ну, точнее, через ПИК за его реализацию. Прилучше работают на несколько потоков. И, соответственно, пока мы их, в том числе, специально не вводим, потому что пока еще вот эти танилища, они получаются отчасти фрегментированными. Новые на ZFS on Linux. Поэтому пока какие-то фичи, они больше были только в тестах. Ой, пока их не упадея. А вот мне кажется, что ZFS он перешел бы снять проблемы с... 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 А... А... С... С... Опять же, в одной из проблем, оно всё прибито гвоздями к EXP4. Поэтому, пока именно в продакшене мы ещё не решили что-то такое использовать. Пока были только тесты и наглые подначивания, чтобы кто-то это тоже помог сделать. А какие системные мониторинга вы используете? Мы используем ЗАВИКС. 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 Почему? ЗАВИКС очень хорошая штука. Ну, он вполне... А у вас там, что администраторы дежурят? Есть дежурный саппорт, ну а если уже что-то... Дежурная смена, а если уже что-то нехорошее где-то начинается, то они разбудят меня. В общем, у вас там саппорт заставляется без рука, правильно? ЗАВИКС. Да. То есть... Им доброшены доступы на определенные команды и на определенные сдержки. И почти все, кроме как раз каких-то тотальных проблем с нодой, все проблемы которые могут делать административные административного доступа, для решения восхищения клиентов, в принципе они уже давно решают самостоятельно. К счастью, в последнее время все реже и реже Напишите админ Все скрипты подвесьте на админ Чтобы саппорт связал на сайте Теревизовывался на нем У нас так и есть Есть отдельные ресурсы Через которые, соответственно, выполняются саппортом скрипты Уже непосредственно на нодуш Какие-то действия идут Неправильный ресурс, но что-то наподобие рестапи Написанного на дло Когда уже идет взаимодействие на пимулизу биринга Теревизовывался на саппорт, как бы через вот-модру делали И что? Я, кстати, не расслышал вопрос Теревизовывался на саппорт, как бы через вот-модру делали По СССР взаимодействуют напрямую Уже с этой оболочки Если вопросов нет, то... Нужно еще последний вопрос Вы из бомбурки Подождите, насколько вы очень часто идете А вы как-то это тестируете? Да, идет... Как только ядро появляется в тестинге обычно Мы его начинаем гонять на тестовые ноди Усиленно пытаться что-то делать Пристартовать в дополнение с тестом Хотя тут можно заметить большие улучшения То есть год назад это был такой некрасивый период Когда мы брали вот это тестовое ядро Ставили его на тестовую ноду Перезагружались И оно все уже падало и расцепалось То сейчас практически все они подобные проверки Все последние ядра проходят без каких-либо нареканий И уже после чего начинает потихоньку водиться впрот А что у нас для тестового используется? Мы используем Puppet Почему не ЧИП? Изначально пошло выборное Почему я не символ? Потому что на тот момент, по сути, было две альтернативы Когда-то давно таких более ненормальных Это папин и шеф Соответственно в тот момент все-таки наш вождь решил выбрать папин На данный момент смысла переходить какого-то никто не видит Потому что у нас уже есть большое количество этих манифестов Которые ради какой-то призрачной разницы Переписывать и переучиваться Уже как-то без особого смысла Все-таки 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 все-